Редактор субтитров А.Семкин В летающем классе Кванториума улетный преподаватель. Гарику всего 23, а его успехи уже поражают воображение. Пока учился в Энерго, возглавлял студенческое конструкторское бюро. Увлекался гоночными дронами. Основал собственную компанию в сфере разработки и ПО для квадрокоптеров. Выиграл несколько престижных крупных грантов. Педагог в аэроквантуме. А преподает и занимается с детьми вообще чуть ли не с 18 лет. В отрасли, в которой я тут преподаю, она связана с моей жизнью тесно, потому что я с 10 лет познакомился с авиацией. И более 5 лет я знаком с беспилотной авиацией. И эта сфера мне очень сильно нравится, воодушевляет и стремлюсь развиваться в ней. Кванториум позволяет раскрыть двери, показать то, что есть потенциал. И самое главное, дети не только заканчивают вот тут обучение. У них появляется возможность поступить в вузы бесплатно. У меня дети получили гранты, чтобы поступить в мои московские авиационные институты. У меня дети выиграли в международных и всероссийских олимпиадах, соревнованиях. Они в лагеря постоянно уезжают. То есть обучение не только тут завершается. Дети получают знания, позволяющие их внедрять и применять в других сферах. Его дети по завершении квантума идут на расхват. Почти все либо трудоустроены, либо открывают свои бизнес-проекты. Посмотрите на этого девятиклассника. Егор попал сюда спортсменом, а стал инженером и бизнесменом. Современные технологии, представленные здесь. А также истории успеха выпускников вдохновляют и мотивируют. Я делал шоколадный 3D-принтер, который печатает шоколадом. Но потом я познакомился с моим другом, партнером, у которого сейчас ИП, 15 лет. Мы с ним законнектились и начали участвовать в бизнес-акселераторах разных, выставляться на экспоцентре в Москва-сити от Высшей школы экономики. Как-то все так закрутилось. Сейчас ребята успешно продают акриловые фигурки, вырезанные на лазерном станке. Технопарк «Кванториум-Новатория» для этого и открыли. Здесь не просто растят инженеров, а таких, которые еще и сами смогут воплотить мечты в реальность. Егор имеет готовый кейс и четкие цели. Поступление в Высшую школу экономики. Реализация новых бизнес-проектов. «Кванториум» подарил ему крылья. Президент объявил наступающее десятилетие, десятилетие в науке и технологии. И вы понимаете, что учитывая те задачи в сфере технологий, которые сейчас стоят перед страной, их можно сравнить с самыми ответственными периодами нашей истории. Фактически предстоит перезагрузить по многим компетенциям всю технологическую базу, можно сказать. А где-то ее заново открыть, где-то развить, где-то вспомнить компетенции, которые в силу разных обстоятельств были утеряны. И, конечно, стране просто нужны необходимые кадры в этой сфере, в сфере технологий, новые инженерные кадры. Поэтому я что предлагаю департаменту образования, разработать программу создания, прежде всего, в малых наших городах, сети инженерных классов. Как раз там, где с 9 по 11 класс можно было бы привить любовь, чтобы ребята на кончиках пальцев почувствовали прелесть именно инженерных профессий. Как можно раньше заинтересовать ребят достижениями науки и техники. С этой целью в малых городах и поселках региона открывают точки роста. Сеть этих современных образовательных пространств в текущем году уже объединяет 103 школы. А общее количество учеников точек роста свыше 36,5 тысяч. В Ивановском кванториуме занимаются почти тысячи ребят. Айроквантум, хайтек, айти. Школьники делятся на группы, а через полгода обучения могут поменяться квантумом, подбирая для себя более подходящее направление. Кроме того, технохаб может посетить любой ребенок по предварительной записи. Это своего рода открытый урок. В прошлом году кванториум открыли в Кинишме, а в этом – в Шуе. В 20-м свои двери для юных гениев распахнул Центр цифрового образования IT-куб, занятия в котором посещают почти 500 школьников. Редактор субтитров А.Семкин